Добрый день, друзья! С вами Ятрина. Вы находитесь на канале о жизни в Греции. И на этом канале я рассказываю о всяких полезностях, которые помогут мигранту быстрее адаптироваться за границей. В 2000 году я приехала сама по туристской визе, и через два года я привезла в Грецию своих детей. Ни одного дня в Греции я не была нелегальна. Это очень ускорило мою быструю и успешную адаптацию за границей. И поэтому все мои советы находятся в правовом поле. Даже если вы не знаете греческого языка, то на всех официальных сайтах государственных учреждений есть страницы на английском языке, поэтому этот язык хотя бы на бытовом уровне необходимо знать для того, чтобы быть в стране законной и не влипать во всякие истории, и для того, чтобы вас, государственные чиновники, не водили за нос. Сегодня я буду рассказывать о такой организации, которая называется Сенигору Ступолити. Сенигору Ступолити – это бесплатные адвокаты, которые могут помочь по очень многим житейским вопросам. К заявлениям от мигрантов эта организация относится очень серьезно. У нее есть специальный защитник по вопросам мигрантов. В эту организацию я обращалась несколько раз. И дважды мне очень и очень хорошо помогли. Первый раз у меня была такая ситуация. Мой несовершеннолетний сын Дима летел в Россию из Греции один, без сопровождения, когда ему было 13 лет. Он получил паспорт на территории Греции. И в паспорте у него, естественно, не было никакого вида на жительство. И было совершенно непонятно, каким образом он оказался в Греции и с какими документами он живет. В момент, когда он прошел на посадку в аэропорту Солоников, меня, естественно, туда не пустили. Все вот эти документы, подтверждающие Дима законное пребывание в стране, были у меня, а не у него. К сожалению, я на тот момент не догадалась, что они ему могут понадобиться. И ему влепили в паспорт отметку о штрафе. И наложили на несовершеннолетнего ребенка штраф 1000 евро. Когда Дима прилетел в Россию, он бумажку эту благополучно потерял. Ну, правда, сказал своему старшему брату, и, к счастью, старший брат юрист, и поэтому он придал значение Диманым словам. Дима вот сказал, что меня штрафовали на 1000 евро. Деньги он, естественно, не заплатил, но штраф за ним в системе как бы числился. То есть для того, чтобы Диму в следующий раз привезти в Грецию, надо было вот этот штраф сначала заплатить или аннулировать. Так вот, я обратилась в организацию Сенигурс Топулити с просьбой аннулировать вот этот штраф. Естественно, штраф был незаконный, он не мог возлагаться на несовершеннолетнего ребенка. Дима законно пребывал в стране по документам мамы, то есть по моим документам, и поэтому штраф был аннулирован. Вторая ситуация, когда я обратилась в эту организацию Сенигурс Топулити, это когда в организации, которая подтверждает дипломы, ну, просто затягивали рассмотрение моего дела. Я была уже абсолютно готова к сдаче экзаменов, а меня, из-за отсутствия какой-то бумажки, которая должна была быть прислана из Москвы непосредственно вот в эту организацию Дуатап, вот из-за этой вот бумажки меня не допускали к экзаменам. Ну, естественно, сотрудники Дуатап ничего не делали для того, чтобы эта бумажка была прислана быстро. Поскольку для меня это было очень значимо, выйти на экзамены как можно скорее, была назначена экзаменационная сессия, и меня не было в списках. Там, в общем-то, оставалось до экзаменационной сессии, допустим, одна или две недели. И вот эти одну или две недели я просто отжимала Дуатап своими телефонными звонками, консульство греческое в Москве, ну и в том числе прибегла к помощи Сенигурса Топулити, которая вмешалась, и меня к экзаменам все-таки допустили. Ну и бумагу эту, соответственно, получили из Москвы под вмешательством защитника гражданина. Сенигурс Топулити рассматривает дела только между гражданином и государственным учреждением. То есть он не рассматривает конфликты с частными организациями и так далее. Кроме того, Сенигурс Топулити не рассматривает рабочих вопросов, которые возникают между гражданином и его работодателем. Даже если работодатель государственного учреждения, это должны рассматривать профсоюзы, суд и так далее. Ну вот во всех тех случаях, когда, например, какие-то нелепые документы требуют государственные чиновники в разных организациях, услуги Сенигурс Топулити могут быть очень и очень эффективными и полезными. Когда вы обращаетесь в эту организацию, то обращаться можно письменно, обращаться можно, придя лично и принеся заявление. Но если вы первый раз звоните для того, чтобы выслушать, где организация находится и как к ней обратиться, вам отвечают на греческом языке. Естественно, если вы греческий язык плохо понимаете, то могут возникнуть всякие сложности. Конечно, лучше, если вам поможет какой-то грек. Поскольку организация находится в центре Афин, то оба раза я туда обращалась лично. История обращений сохраняется. То есть если вы однажды туда обратились, то, скорее всего, вы уже будете в этой системе находиться, и второй раз все будет гораздо проще. Давайте пройдемся по сайту Синегору Стополити. По-русски перевод название – это Организация правозащитников граждан. Но имеется в виду не правозащитники политические, а правозащитники социальные. К Синегору Стополити можно обращаться по самым разным социальным вопросам и людям, относящимся к самым разным, уязвимым социальным группам. Синегору Стополити относится с особым вниманием. Синегору Стополити занимается вопросами улучшения качества жизни, обслуживания в государственных организациях, правами ребенка, равенством полов, правами женщин, ну и самыми разными другими вопросами. Вот мы сейчас находимся на главной странице сайта Синегору Стополити. В правом сайтбаре находится линк, который ведет на страницу, посвященную вопросам мигрантов, беженцев и репатриантов. Если у вас есть затруднения с греческим языком, то в правом верхнем углу находится линк на английскую версию сайта. Ну, конечно, все подробности на самом деле написаны в той части сайта, которая на греческом языке. Значит, в левом сайтбаре вы можете увидеть адрес организации. На данный момент организация находится в центре Афин по адресу Халкоконзили, Декепта, Халкоконзили 17. Как я уже сказала, в эту организацию можно подать заявление лично, заказным письмом или отправить по факсу. Вопросы рассматриваются достаточно быстро. Особенно, если вы сделаете пометку срочно, то я так думаю, что в течение недели с вами свяжутся и будет вам уделено какое-то внимание. Во всяком случае, в моей ситуации это было именно так. Если вы относитесь к разным социальным группам, то нужно перечислять все свои свойства. Вот по мнению Синигрустополити меня можно отнести в группу репатриантов, в группу многодетных матерей, в группу, естественно, работающих женщин. И они сами там как бы сортируют вот эти вот дела. Когда мне нужно сделать заявление, я перечисляю вот эти вот свои свойства и меня относят к какому-нибудь конкретному правозащитнику, который занимается вопросами данной социальной группы или же данной категории вопросов. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И спасибо за внимание.